Здравствуйте дорогие друзья и подписчики моего канала. Сегодня мы с вами поговорим о территориальных подарках, которые получила Малороссия от Владимира Ленина. Приятного просмотра. Так в период царской России никакой Украины не было. Была Малороссия, которая состояла из 14 губерний и все эти губернии не имели выхода к морю. После свержения Временного правительства России, малороссийские националисты во главе с атаманом Симоном Петлюрой на месте губерний образовали государство под названием УНР. Однако Петлюросы не захотели ограничиться только территорией Малороссии и стали претендовать еще и на Новороссию, а также Кубань. Но на Мирной Парижской конференции 1919-1920 годов территориальные претензии малороссийских националистов на Новороссию и Кубань были отвергнуты. Да и сами жители Новороссии не захотели становиться частью УНР и в годы Гражданской войны провозгласили Криворожско-Донецкую и Одесскую Советские Республики. После окончания Гражданской войны лидер малороссийских националистов Симон Петлюра бежал в Польшу. В итоге УНР была ликвидирована и преобразована в УССР. Однако новому малороссийскому руководству не понравилась административная карта УССР, которая составляла всего лишь из пяти малороссийских губерний. Поэтому малороссийские большевики обратились к Владимиру Ленину с просьбой о передаче Новороссии в состав их республики. И Владимир Ильич откликнулся на просьбу малороссийских большевиков и передал им промышленные юго-восточные губернии от Харькова до Одессы, которые являлись частью Новороссии. Таким образом большевики во главе с Владимиром Лениным впервые в истории из разрозненных малороссийских землях создали единое государственное образование под названием Украина. В 1922 году Украина, Беларусь, Россия и Закавказские республики образовали Союз Советских Социалистических Республик СССР. Но на этом у меня все. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на моем канале Мир глазами философа. До новых встреч!